с подарочками подъехал здравствуйте сыр пока меня не слышно я тут всем подгон зато за мой про этого не проёб давай мы с арамом очень прям продуктивно я даже не знал честно сказать тебе вот и я честно я тебя перебью знаешь что мне написал я просто вот он мне говорит я ему сказал что студия до двух я тебе скажу что он за свой счет ее продлит с меня продление студии если что да нет проблема в продлить не было мы сейчас арама очень продуктивно пообщались и по детскому футболу и по блогерскому футболу давай вот но это подстава это просто скандал у меня закрыта была я попробую ребят хочу анонсировать то что у моего канала появился надежный партнер легальная букмекерская компания ли он которая во первых российская во вторых она работает на рынке с 2011 года сайт бакалеон был признан в двадцать втором году лучшим по версии рейтинга букмекера ребят я приготовил для вас отличный бонус до 25 тысяч фрибетов на ваш счет про промо коду который вы найдете где правильно в закрепленном комментарии я напомню о том что важно поддержать сейчас меня мой канал для того чтобы я вам пилил офигенный контент который вам приносил и пользу и удовольствие ссылки все закрепленном комментарии смотри мы с арамом а сейчас пришли к тому что после того как вы скрутились арту он готов был уйти и сказал что либо ты его либо он сам что в голове было у тебя и как ты ну как бы пришел к тому что вы перезагрузили я уже понял что в третий раз уже перезагрузили формат реалити и формата людей в этой команде да не если говорить честно откровенно я без арама в эту войну не пойду так вот я тебе скажу арама полководец это мой главный ресурс мой главный кадр и без него нет реалити как бы там не говорили что реалити это фильм нет ребята вы не правы типа реалити это первую очередь арам все игроки которые там есть персонал который работает вот и вот эта вот история что он собирался до уходить и я просто ему сказал что нужно сделать для того чтобы ты остался реалити побеждал он мне сказал мне нужно опытные ребята которые не будут плакать которые не будут ныть а которые просто понимать что мы от них требуем своим примером молодым показывать как себя нужно вести так вот мы пришли к такому не знаю как сказать перезагрузке сложно сказать но и я мало и не омоложению составом просто реально аспортный директор макс туманов он привел реально опытных хороших пацанов которые просто вот без вопросов выполняют задачу которую поставили надо выкладывать посты в инстаграм запрещенную сеть они выкладывают надо заводить телеграм-канал они заводят телеграм-каналы надо ехать на съемки не едут на съемки надо придерживаться тактики которую тренер не придерживаться то есть вот сейчас в реалити полностью все вот так скажи в какой момент я уже арома узнал что в какой-то момент понебратские отношения чуть ли не погубили ваш коллектив вот почему так так случилось неопытность в плане руководства или все-таки человеческие отношения которые хотелось сохранить и в рабочих нет у нас ты сейчас очень хорошие братские отношения в команде но я сейчас скажу так что сейчас атмосфера в команде это это реально мечта очень круто то есть то как ребята себя ведут в раздевалке то какие шутки даже как в чате общаемся нету какой-то токсичности не от одного игрока то есть это реально ну как бы блин я с детства мечтал окунуться такую такую команду да и быть частью такой команды это реально очень круто и дорогого стоит вот просто прошлое реалити ничего не хочу говорить плохого пацанов они я сейчас очень рад за них я рад что они в своих командах новых как-то себя раскрывают дай бог становятся персонажами но когда слишком много звезд по их мнению и вот вот тогда становится очень тесно всем подожди что значит звезд вот я всегда не понимал честно скажу звездность ну как бы как она определяется как люди себя чувствуют звездой я просто у меня нету понимания чтобы сказали что вот вася маврин звезда я скажу ребят ну вы как бы ну это подставил самое смешное что и мы не понимали какие блять нахуй извините меня звезд о чем речь но это когда у нас команде слишком было много звезд вот и и с этим было реально сложно это делать не хочу а чё ты меня футбол учишь играть я знаю лучше чем ты этот игрок сейчас главный нападающий родины медиа так на секундочку подожди а кто это у сейчас мол у них есть такой мухаммед это же наш воспитание так а причем самое смешное он тоже медийный сейчас или я не знаю понимаю самое самое смешное что мы когда он нам сказал что такой инсайд да что ребята меня приглашают саудовскую аравию профессиональный мини-футбольный клуб хорошие деньги я ему сказал ты чё езжай да мне говорят у меня тут учеба я он учился в рудении я ему сказал я тебе все по учебе порешают только езжай играй в профессиональный спорт за хорошие деньги тебе к семью кормить он не послушался остался здесь не ну это его выбор там вопрос нет мы как бы ему советовали что езжай туда конечно с тебя он поехал сыграл за сборной муритании на приличном турнире по мини-футбол за сборную отсюда с медиалеги понимаешь такой вот у меня есть предложение оттуда оттуда я фил звоню говорю мухаммеда есть такая тема я ему сказал чтобы он ехал все фильм и тоже сказал езжай ну тут он хлоп и вроде как его никуда не выгоняли там с команды ну и тогда давайте раз мы об одном легендарном нападающем только по второго самое время поговорить как вообще пришли к тому что ну во первых откуда вы его взяли вот начнем с этого ну ну правда потому что многое да и темнокожих ребят где-то по москве играют каких-то лигах но вот алмазов там не так много на самом деле мы у нас и спортивный директор макс туманов это на самом деле теневой такой товарищ который которого никто не замечал а он сыграл в первом сезоне право защитником он был моим ассистентом вот и потом мы поняли что макс может гораздо поинтереснее вещами заниматься именно набирать футболиста точечно вот и тут мы сидим а максим со мной работал в локомотиве вот мы сидим в челябинске с ним у нас был там филиал и он не год слушай меня есть такой напад просто космос так он не из москвы его вот цепанули не не он из в москве будет просто космический тип он играет там ночных лигах это любой мяч который в него прилетает он клеит любой я честно тебе сказать я скептически относился к работе с африканцами потому что я знаю с ними тяжело с ними тяжело потому что команда к ним может не прийти ну вот у них может этого симбиоза не быть ну вот я долго там думал потом думаю блин надо платить пацану денег нет ну чё делать у нас как раз такой момент был что нам нужен был вот такого ну вот мы уже готовились к мфл и я макс играй мы наберем вот он год я типа там по-моему по-русски не бубу проблем нет я ему звоню и я могу слушает прилетаю там через десять дней него прижать нам на тренировку у меня таки мы при я прилетаем учетом созваниваемся с ним он да 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 и ну в итоге там что-то не получается все время и я уже максимум суши ты с ним поговори скажи что но не детский сад них на если бы он приходит либо мы там что-то ищем могут а вообще типа конкретики от вас ждет я говорю может какое-то недопонимание я ему звонить у нас была такая история что он вообще собирался домой да да все верно да 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 и за счет этого то что вернется начну обратно я просто уже максу самому пропускаем просто придет да с ним поговорим и этот и ты ему объяснишь и от этого оттолкнемся да я ему позвонил я говорю слушай ты уезжаешь быть нет я не уезжаю я все давай приходи и он пришел первые три тренировки вообще ни о чем прямо от слова совсем вообще то есть мы такие что вы понимали арай арай на шарай кого привели слабее меня раз в 10 и мы да и мы что-то сыграли какую-то игру у нас был разбор потом мы остались я гаучо фил и тоби и мы ему сказали его суши не вот это вот на пол спущенных твоих вещей не нужны здесь другая организация мы должны здесь работе мне нужно видеть это то что там от тебя какие-то легенды трещат от меня очень интересует глубоко не надо видеть и я грифе он ускал типа слушай мне нужно в полную силу дружище мы готовы тебе помогать то есть потому что мы в полной заднице в абсолютной просто уволили с работы понятно что он зарабатывал футболом а из-за языка он не может нигде работать он жил там где-то в люберцах не знаю как раз некрасовки да короче там пятером в одной квартире ну короче в общем и мы ему сказали чувак если ты будешь делать все что надо с нас любая поддержка вообще абсолютно и вот он включился вот он включился и мы просто увидели что это просто зверюга конечно а как вот дали ну то есть пускай филиппе расскажут момент ты не хотел я так понимаю его отпускать конечно же я думаю но смотри как не то чтобы я его не хотел я был готов его отпустить но в профессиональный футбол я готов был то мы его и брали с этой задней когда увидели что он может ну так а проблема у него русского паспорта естественно нету вообще его не было я вот скажу вот сейчас так у него вообще нет его даже собственный паспорт который порван а зачем ты ему порвал паспорт чтобы он не улетел и уже на вот на протяжении полгода мы типа занимались его моментами вот естественно это все время это все деньги и как бы если ну честно искренне мы бы его не отдали не буду в одну медиа команду во первых а мы усилим ее но это факт мы не ослабим себя в каких-то моментах да но мы усилим и в любом случае играть против гаучу на очень сложно тяжело сложно он вот как бы как бы не говорили что какой-то там защитники его схавали чтобы его схавать надо проебать все свои силы на поле и это вам скажет любой защитник тот же гуда это джако соля все кто против него играл вот естественно у нас была задача его пихать в европу этой земной у нас были предложены два предложения уже есть как бы бы были переговоры сказали только документы естественно когда ты всем людям говоришь типа дайте там денег на документы и мы типа сделаем но это понятно да никто вкладывать не хочет пока да вот но естественно просто получилось так что как мне кажется да я это не скрываю что с приходом новых ребят взрослых опытных которые поиграли больше чем он и на высшем уровне да он перестал себя чувствовать вот этой вот главной звездой и я как сейчас помню у нас это все началось как раз после матча с дротами я никогда ни на кого не орал никогда в команде не было такого чтобы я на игре типа перерыве прям на кого-то взъелся на игре с дротами полуфинале в этом перерыве гаучо греб от меня очень сильно очень сильно я высказал ему все этот первый тайм отвратительным его исполнение и вот как я узнал потом что после полуфинала он начал звонить ослану это говорить о том что типа вот может быть вызов но у него было предложение от них летом после 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 мфл был и он мне то есть это материал тем что вот у них было предложение я хотел узнать на чем они сошлись в итоге так он чё хотел то он он хотел просто тупо больше бабок он хотел просто уйти и все все они чувствуют а ну то есть либо я главная звезда команды либо будем это расценивать ну образно да и в его голове тогда естественно как бы меня потом я понимаю что он мне пишет какие-то сообщения вот там что по поводу моего нового вызова а я не понимаю у тебя тут жизнь в шоколаде ты звезда лучше страйкер у тебя квартира у тебя зарплата у тебя там да все а руки которыми там можно делать все что и все это за какое количество времени вы ему сделали за год то есть за год от квартиры в люберцах на хер пойми сколько человек это год это год нет это год в таких условиях год в таких условиях хороших не за год это сделалось а вот он к нам пришел и через месяц мы переселили в другую квартиру через два ну хорошо через два да ну там был вопрос поиска квартиры ему надо было съехать вот через два месяца он уже получил все это дело в руки он еще не был звездой абсолютно ну то есть вы грубо говоря вложили в него свои средства свои знания умения но понятно для того чтобы в перспективе возможно можно было его вывести на футбольный рынок для того чтобы но как-то хотя бы часть средств затративших на его раскрутку но это логично да мы даже не думали про часть средств мы думали о том что мы дадим игрока в профессиональный футбол и это кейс очень хороший в том числе будет кейс а во вторых это статистика и если там дальше уже это все делать мы не хотели заработать сразу ну понятно это банальный пример что мы были на сборах когда перед первым сезоном арам увидел девчонку там деревне деревне там 15-30 мне 25 тысяч населения арам увидел там девочку сейчас эта девочка в основе локомотива играет я позвонил локомотиве сказал ее надо забирать просто вот так вот так она приехала и сейчас она играет в основе локомотива где вот что пошло в какой момент почему вообще троты взялись я вот этого не могу ну хорошо он звонил это сейчас скажу да и самое смешное что я его когда после вот этих его сообщений я понимаю что что-то чем-то я понимаю что его позволить себе могут только три команды амкалы на спорте я знаю что гера но позвонит мне да ну это факт да я на жеребьевке подсаживаюсь за стол к дротам и гусь у меня кто-то галчо хантит жека так улыбается лет дутся там легкие переговоры а потом знаю ладно окей хорошо что-то я начинаю с ним продолжать разговор это что ты вообще ходишь за него я говорю пока говорю вообще разговор не ведется ну ты писал это за пять дней до блять или там за десять дней подожди а перед полуфиналом еще не они удочку не закидывали вот мне интересно он закинул я просто к тому что именно вот момент полуфинала насколько ему было интересно типа проявить себя вообще по-царски так самое что понимаешь ситуации что он за моей спиной пошел разговаривать с ними я узнаю потом спустя вот жеребьевки несколько дней уже конкретно звание жеки скажи мне как она есть я понимал щитку стут ноги он после полуфинала он сам нам написал зал что хочет типа мы очень злые были капец так а чем человек руководствовался ну вот вы потом попрощались с ним просто я я не понимаю мысли человека который что получает переходя там в дроты он мотивирует это тем что вот ты понимаешь чем дело это такая лирика идет знаешь который вот ты слушаешь и думаешь блять не но мы не девочки чтобы слушать эту лирику давайте по фактам вот как он говорит да это мы говорим с его слов мы перед там перед финалом да у нас было три тренировки там на искре да и мы с ним мы его в этот момент что нафиг случилось и мы его выцепили с филом и прямо во время тренировки я ему то есть мы жестко свою позицию конечно дружище все тебе обратно дороге здесь нет объясни нам какого хрена ты сделаем и так и он нам объясняет эту тему мотивирует тем что он говорит слушай я понимаю что я больше команде дать не могу что все ну вот мой цикл здесь закончился мне нужен новый вызов и тогда ну это серьезный аргумент тебя чтоб ты понимал мужики в команде даже тот же туман который его привел они сказали пошел нахуй прямо сейчас никакой тренировки то есть ну прям вот на 100 там команда была настолько против чтобы он вообще присутствовал до что ну то есть как бы мы приехали на переговоры с дротами и а он тоже приехал мы обговорились там по рукам дали и тут такой момент что он тоже приехал у нас в день тренировки смоту должны их на тренировку и он такой пацаны типа не выезжайте я сейчас с вами поеду тренировка я бы еще с нами не тренируешься игру все дружище ну типа ты вот их игрок так далее и женя снег там нам такие блин пацаны да вы чё дайте финал ему сыграть но это все-таки титул там трали-вали там я бы я ну применяя этот ну то есть команда не даст говорю понимаешь и фил говорит давай так если команда даст добро на то чтобы он там поиграл ну как бы мы дадим ему поиграть приехали там побоялись команда пацаны говорит ну ладно пусть доиграет вот завершение всего этого сказать это просто лютый нож в спину который понял я как бы я на него все равно не злился но в любом случае я понимаю прекрасно что так как возились мы с ним возиться не будет но это факт это факт я сказал ему когда последний раз мы с ним разговаривали хоть мы были такие навесели и отмечали победу я им сказал если ты обосрёшься там я тебе вытаскиваю ты сделал такой мув который да ты мой брат и мой ребенок в плане футбола да но вот этот мув он очень сильно ставил печатку поэтому как-то вот так мы с вами обязательно продолжим в этой увлекательной компании напишите в комментариях свои мысли у нас получила такие две части одна чисто футбольная вторая чисто человеческая в общем-то большей степени подписывайся на канал ссылки на ребят естественно все будут в описании спасибо большое фил что приехал спасибо что доехал с ними сам эту студию короче пока пока